Всем здравствуйте! Мы с Сашей позавтракали, и каждый сейчас будет заниматься своим делом. Саша будет подготавливать стены к поклейке обоев, а я тем временем буду варить суп. А какой? Оставайтесь со мной, и вы обязательно увидите. Я уже знаю, суп из грецких орехов. Это я к чему поставила орехи. Вот орехи есть как-то один год, мы каждый день ели по 5 штук. А в этом году что-то как-то не очень они нам едут, эти орешки. Почему, непонятно. Не очень-то их у нас и есть. Ну да, у нас их немного, но к чему я клоню? Сейчас надо есть орехи. Орехи полезные, укрепляют иммунную систему. А еще если с медом... Еще они вкусные. Орехи вкусные. Сейчас мы вот немножко по 5 штук съедим. Для города Бреста. Девочки, я вот покупаю такой творог. 4% Это не реклама. Сразу вам говорю. В этой шайбочке где-то 300 грамм, наверное. Ну, они такие. 300-350 грамм. До чего вкусный творог. Он даже и называется творог домашний. 4% Еще и с 9%. Я с него... С него очень вкусная запеканка получается. Он такой, как... Он не жирный. Что такое 4% жирности? Почти ничего. Но вообще рекомендуют творог, если до 5% жирности. Я не знаю, вообще, если он не жирный творог. Полезен он или не полезен. Кто говорит, полезен. Кто говорит, нет. А где правда, то не знаю. Мне кажется, все полезное. И сегодня я вот хочу с него сделать вареники. Добавляю сюда яйцо, ванилина, муки. Все это хорошо смешиваю. Формирую мои любимые вареники. До чего они нежные, мягкие, сметанкой. Или можно ягоды с сахаром. Любые, что есть в холодильнике. Любым джемом, вареньем полить это вареники. Просто рекомендую попробовать именно вот этот творог. Творог у нас вообще весь вкусный. Но бывает такой водянистый. Ну, такой жидкий. С него ничего не получается. Кроме, наверное, только как запеканку. С такого творога хорошо делать. А вот этот, вот, на все идет. И на вареники, и на запеканки. Да и так поесть. Вот я люблю этот творог. Подавать на завтрак с облепихой. Семельна еще. У меня практика такая есть. Семельна на кофемолку и посыпаю. Дальше что? Пьем мы чай. Завариваем листья облепихи. Сейчас я вам покажу. Пока Таня достает чай из всей своей там приправы. Я вот что думаю. Смотрите. Вчера нас приглашали на ОНТ. Ну, для россиян скажу. ОНТ у нас это, как у вас, первый федеральный канал. Самый главный. Ну, в связи вот с этой обстановкой коронавирусной, мы договорились, что перенесем встречу попозже. Так решили. Я вот что думаю. Станислав Коршунов. Тут бай. Привет. Нас приглашал уже. Здравствуйте, Станислав. Привет тебе. Ирина Орлова, областная газета «Заря». Ирочка, тебе тоже привет. Тоже была у нас встреча. Программа «Времечко». Татьяна Колокольцева. Программа «Белорусское «Времечко». Правильно, да, я назвал? Танюшу привет. Это тоже один из ведущих наших белорусских каналов. Вот вчера мы уже дошли до той ступени, когда нас пригласили на самый, можно так сказать, главный канал. Но встреча, как я повторю, еще переносится. Что хочу вот в этой связи отметить. Все это хорошо, ребята. Каналы телевизионные, информационные, интернет-порталы. Ну, когда нас кто-нибудь пригласит на мясокомбинат или на молочко. Ну, чего, я не знаю. Пригласите, кто нас смотрит. Пригласите. С этих организаций. Пригласите. Пригласите, пожалуйста. Танцевать. А мы вам творожок прорекламируем. Или колбаску вкусную. А вы нас чем-нибудь угостите. Мы не откажемся. Ой, мечты, мечты. И вот так вот и думаю, сколько у нас комбинатов. Хоть бы кто позвонил, придется, наверное, самим звонить. Самим звонить. Напрашиваться в гости. И говорить, колбаса есть у вас лишняя. Мы едем. Ну, хорошо. Это все хорошо. Я что еще хочу сказать. Как мы укрепляем свой иммунитет. Я уже это говорила не раз. Всегда заготавливаю листья. Вот, например, лист черной самородины. Я собираю. Есть у меня книга, где все расписано. График, когда, что нужно собирать. Прежде чем сушить листочки, я их, если честно... Еще надо не забывать, сколько это хранить. Два года вообще это все можно хранить. Все написано в книжке. Вот эти листочки я предварительно промываю в проточной воде. Раскладываю их на полотенце и сушу. Желательно сушить в темном месте. Но перед тем, как... Можно их не ополаскивать. Они у меня хранятся в чистой коробке. А можно так вот, перед тем, как в чайничек бросить эти листочки, я еще споласкиваю там, под краном. И бросаю в чашку листочки. Дальше. Смородный лист. Лист малины. Есть у меня еще лист ежевики. Я все вычитываю, что где-то польза какая. В общем, польза везде. Смотрите, вот листочки ежевики. Покажи, Саша, поближе. Ну, мы верим, что это не береза и не дуб. Необычный такой вкус. Приятный. Я сочетаю все. Того, того, того немного. Листвишни люблю. Вот меня все осуждают там, осуждают хозяйки. Что у вас за супы, Татьяна? Все как... Как они меня оскорбляют? Что за супы? Что за щи? Что за борщи? Вы можете это ничего не добавлять. Но я знаю давным-давно, что лист вишни в первое блюдо, красный борщ, щи, всегда не помешает. Он дает такой необыкновенно приятный вкус. И сколько в нем витаминов. Вы почитайте. Откройте книгу или в интернете сейчас о информации. Дальше. Аблепиха. Без нее мы никуда. Я беру, например, чашку. Кстати, очень отличный антисептик, чтобы вы знали. Вот именно листья облепихи рекомендуется пить в сезоны обострения простудных, всяких заболеваний нехороших. Так их назовем. Да. Лист облепихи тоже почитайте, когда нужно его собирать. Там определенное время. По-моему, то ли с середины мая до середины июня. Ну, вы это все посмотрите, почитайте. Я тоже. Мы ломаем веточки. Саша знает, как ломать веточки. Мы облепиху не губим, не портим, не делаем ей больно. Отрезаем то, что положено. Кстати, ломать или обрезать ветки, написано, даже полезно для самого растения. Да, облепихи. Вот такая. Смотрите, я тоже мою тщательно эти веточки. Кладу их на полотенце. Они высыхают. А потом их просто сощипываю. Ну, снимаю с веточки. Кладу в чистую банку. Вот так они выглядят. Сушим сначала. Сушим. А пахнет, я не знаю, чуть-чуть как морскими водорослями или что. Ну, не знаю, что-то как морской капусты. Такой легкий-легкий, тонкий, даже тоненький запах. Вот еще что мы пьем. Так, смородину, листвишни. Еще можно листочки яблони. Я сушу крапиву. Сушеную крапиву тоже добавляю в первые блюда. В щи, в борщи. В общем, все, что растет у вас на огороде, оно все полезное. Вот только не знаю про лист ореха. И то, наверное, я почитала, даже лист ореха полезный. Да, Саша? Саша с меня смеется. С одуванчиков можно варенье варить. Но я не хочу варенье с одуванчиков. Девочки, я отвечу коротко и ясно на маленький вопрос. Татьяна, как вы покажите, как вы ухаживаете за своим лицом? Как мне Саша говорит? Да никак. Как, Санек, ты мне говоришь? Да никак. Девочки, мне природа подарила, или мама с папой, подарили хорошую кожу лица. Она у меня не жирная, не сухая. И сладкая, и не соленая. И не соленая. Но учитывая мой возраст, извините, мне уже сколько лет, мне не... Как это Гурченко сказала в фильме, сколько ей? Не шишнадцать? Не шишнадцать. Не шишнадцать. Что я делаю? Я уже говорила, кремами я никогда не пользовалась. Ни в молодости, ну и сейчас особо я не пользуюсь. Но крема у меня есть. Я раньше куплю, мне знаете, какой крем нравился? Кто-то помнит, вот вспоминайте молодость, город Брест. Продавался у нас крем с женьшеневой польсти. Белая коробочка с коричневой крышечкой. Блестящая такая наклеечка. Крем с женьшеневой. Для какой он кожи лица? Мне было все равно. Я всегда покупала красивый баноч. Он у меня стоит, стоит. Я то руки намажу, то потом кому-то отдам, то выброшу. Крем у меня есть, и я пользуюсь ими крайне редко. Моя любимая маска. Лепестероз. Я собираю лепестероз. У нас на даче растет роза. Я высушиваю. Сушу листочки роз. Она лежит, лежит, а потом выбрасываем. Ну, если новую я соберу, это выброшу. Беру листочков 5-6. Сейчас покажу, как. Можно взять чашечку. Это я просто вам для примера. У меня есть специальный такой стаканчик. Специально для этой маски. Он как раз подходит для турки. В общем, берете любую емкость, кладете туда 5-6 листочков розы. Можно побольше. Можете ее вот так вот размять, как в порошок. Можете так листочки положить. И чайную ложечку вот таких геркулесовых хлопьев. Овсяных хлопьев. Добавляете сюда, ну, может быть, столовую ложку кипятка, горячей воды. Все это перемешиваете. Закрываете крышкой. И ставите на водяную баню. У меня есть турка. Я наливаю туда горячей воды. Ставлю эту емкость. Стаканчик у меня есть. И стаканчик этот надо накрыть крышкой. В горячей воду не надо уже ее кипятить. Все. Газ выключили. Стаканчик на турку поставили. Крышкой закрыли. И на полчаса. Потом хорошо ложкой все перемешали. И наносите на лицо. Лицо предварительно помойте. Можете еще почистить. Ну, тоник, разные гели есть. Я ничем, я помою просто лицо. И на чистое сухое лицо я наношу эту маску. Вот, говорит, под глаза маску нельзя наносить. Ну, может быть, это правильно. Нельзя. Но я все равно наношу. Вот сюда я наношу маску. Но это мое личное мнение. Это я говорю про себя. А вы делайте так, как правильно. Уже не на сами, на сами, на глаза я не кладу эту маску. На веки, на веки, на веки нет. Вокруг нельзя. Нельзя, я знаю. Сказал нельзя, значит. А я кладу. Накладываю вот сюда вот обязательно. И на брови. Уштрафуем. Слушай, скажешь. Где твои брови? На месте. Подкрасим карандашиком и найдем свои брови. Брови полущипываю. Еще я пользуюсь. Брови не отведите. Вот как с моим мужем можно о чем-то серьезно поговорить. Все время мне подкалывает. Сейчас я покажу еще, каким я тоником пользуюсь. Субтитры сделал DimaTorzok